Всем привет друзья! Российская ферма Тонар из подмосковного Орехово-Зуева, специализирующаяся на производстве прицепной и полуприцепной техники, презентовала новинку. Свой первый шарнирно-сочлененный самосвал. Его главное преимущество – непревзойденная проходимость и внушительная грузоподъемность. Самосвал с отраслевым индексом Тонар 7507 получил название Т-35 по количеству тонн, которые способен перевести. В данном проекте авторы применили авторское решение по части подвески, опробованное ранее на мелкосерийных технологических грузовиках. В частности, в качестве упругих элементов в ней выступают цельно-резиновые вставки. Поворот машины осуществляется гидроцилиндрами, поворачивается сразу вся передняя часть. Кроме того, прототип снабдили мокрыми гидравлическими тормозами, позволяющими обходиться без ретардера. При этом они требуют дополнительного охлаждения. Все это сделало Т-35 очень проходимым, что просто незаменимо при добыче полезных ископаемых. Что касается силовой установки, у первого опытного образца он импортный, рядный шестицилиндровый дизель Каменс, объемом 13 литров с отдачей 450 лошадиных сил. Он работает в паре с автоматической коробкой Allison, однако производитель заявил, что в дальнейшем будет возможность заменить двигатель на отечественный, а именно ярославский тяжелый 15-литровый дизель V8 EMZ6585 мощностью 420 сил. Таким образом, если не брать в расчет силовой агрегат, то новый самосвал полностью собран из российских комплектующих. Некоторые элементы и вовсе пришлось разрабатывать и изготавливать с нуля, начиная от кабины и заканчивая механизмом сочленения. Собственный вес Т-35 составляет 30 тонн. Загруженный с горкой в 20-кубовый кузов автомобиль весит 65 тонн. Отметим, что представленный образец еще не собран до конца. Фактически его первый раз завели за пару часов до официальной презентации. Здесь пока нет никакого оформления салона, над чем инженеры Тонара активно работают. Кроме того, слабым местом самосвала пока являются слишком слабые шины, но производитель обещал вскоре заменить их на усиленные. Не исключено, что в ходе испытаний будет скорректирована конструкция машины в целом. Напомним, впервые о создании шарнирно-сочлененного самосвала компания Тонар заговорила еще в 2016 году. Причем это был не чей-то заказ, а собственная идея фирмы. После долгих разработок и создания 3D-макетов, год назад инженеры приступили к строительству живого самосвала. Примечательно, что на Тонар 5707 не нужно получать одобрение типа транспортного средства, так как машина не применяется на дорогах общего пользования. Поэтому после завершения строительства, производителю останется получить лишь сертификат безопасности. Когда стартует серийное производство нового самосвала и сколько он будет стоить, пока не ясно. Однако, по словам генерального директора Тонара, цены будут держаться с большим зазором от конкурентов. А на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно комментируйте и делитесь в соцсетях с друзьями. Всем пока!